всем привет с вами василий павленко сайт я зан studio и данное видео посвящено изучению знак ну или знакомству с программой picture 100x или как она правильно произносится к сожалению с английским я как всегда не в ладах и рассчитано в принципе она будет на новичков по просьбам моих знакомых то есть данную программу мы будем рассматривать с нуля так что там кто более менее знаком с подобными программами тот может в принципе не смотреть там одно два первых видео данная программа предназначена для создания презентации или попросту сказать можно слайд шоу из фотографии видеоматериалов картинок и всего остального принципе кто знаком допустим с тем же прошел продюсер я думаю несложно будет здесь разобраться ну если только там какую-то сложную анимацию делать но с этим мы разберемся чуть чуть попозже а здесь в принципе как я сказал начнем с нуля для тех кто первый раз вообще сталкивается с подобными программами сразу начнем с настройки интерфейса то есть если первый раз открываете программу и у вас окно программы выглядит слегка по-иному допустим там нет каких-то элементов вот здесь или вот здесь у меня есть это в принципе просто я уже настраивал и как это сделать мы с вами сейчас быстренько разберемся мы идем в настройки в меню и на вот параметры и здесь нам нужна вкладочка панель инструментов и здесь все в принципе понятно я думаю не запутаться здесь сложно то есть написано где данная панель находится сверху слева то есть это вот эта вот штучка и соответственно что там будет показывать то есть ставите галочки здесь появляются или убираются значки какие-либо ну и можно разделить или вставить по нажатию на какие данные кнопки интервал или разделитель вот чтобы как-то делить эти кнопки друг от дружки но это я думаю здесь не запутаемся дальше вот эта панель которая находится у нас сверху справа она у нас в принципе вообще здесь у вас может быть ничего не быть но можете сразу включить также как у меня то есть это панелька данная вот подпись позволяет непосредственно в какую-либо в какой-либо слайд картинку сразу добавить подпись и редактировать ее сразу нельзя будет но можно потом отредактировать но добавить сразу непосредственно вот из этого выпадающего списка или что тут такое дальше здесь сменить картинку то есть можно по нажатию на эту кнопку заменить какой-либо слайд картинку тоже можете здесь поставить эту галочку просмотр это полный экран то есть просмотр того что вы сделали на весь экран монитора и создать в принципе ну как и все кнопки присутствующие можно найти в меню да но я думаю удобнее так одной кнопкой можно тоже отобразить тем более она как бы ничему не мешается но и самое главное это вот эта вот панелька которая нам нужна она вот панель снизу слева да и здесь можете включить все кнопки которые вам нужны ну вот у меня в данном случае все включены даже вот это тоже включу и тогда у вас полностью интерфейс программы будет такой же как у меня ну при условии что у вас версия 8 версия программ и так здесь мы видим все окно разделено на три части но в принципе как и во всех похожих программах здесь аналог обычного файлового менеджера windows то есть здесь кота дерево папок находится где можно найти какую-либо папку где в данном случае вот у меня фотографии содержатся или там можно там музыку отобразить она виде сейчас найдем вот здесь она будет видеть таких значков отображаться но у вас может другие значки в зависимости от того как у вас плеер по умолчанию там стоит и данные превьюшки вот здесь есть такие две кнопочки настраиваются вот величина данных превьюшек как вам удобно и соответственно вот еще кнопочки где можно быстро перейти на какой-либо из дисков или какие-то папки тут по умолчанию здесь я думаю запутаться сложно при выборе здесь картинки превьюшки какой-либо мы видим ее экране вот просмотра данного так что это окошко у нас как можно понять это окно предпросмотра в данном случае мы выбираем здесь в проводнике в этом превьюшки и у нас они здесь отображается но в принципе это окошко предназначено для того чтобы просматривать что мы сделали сотворили в данной программе ну и так приступим в принципе к созданию и все по ходу будут я думаю все понятно и видно для начала нужно или создать новый проект нажав на вот эту кнопочку или вот здесь можно создать нет вот в проекте до опции проекта если же вы включили панель вот эту как у меня все кнопочки то здесь тоже есть такая клавишка опции проекта и по нажатию на нее можно настроить что мы будем делать или можно опять же как я сказал нажать отсюда данную кнопочку создать новый проект естественно дать ему какое-то там осмысленное название конечно желательно и выбрать с каким разрешением сторон экрана мы будем это все делать я это буду делать на широкоформатные обычный широкоформатный 16 9 ну то есть обычные современные телевизоры шика форматные других по моему уже магазин трудно найти так нажимаем ok как я сказал то же самое происходит вот здесь опции проекта можно настроить тоже соотношение сторон здесь в вкладочке главное вот соотношение сторон нашей вот презентации слайд-шоу и время показа слайдов по умолчанию то есть при добавлении сюда каких-либо фотографий по умолчанию они будут отображаться но время их и их него отображение будет 7 секунд здесь можно больше ничего не трогать добавляются они сюда непосредственно вот на эту линейку на timeline или здесь как бы есть два вида но и мы сейчас увидим когда добавим то есть если у вас включена вот такая вот линейка то есть timeline такая линейка времени да где вот картинки будут вот во времени отображаться здесь вот сверху отображено время до написано то переключитесь если у вас так включена ну вот на данную вкладочку слайды и простым вот так можно перетаскиванием добавлять сюда непосредственно наши слайды они здесь отображаются вот 7 секунд и если сразу кто не поймет а последний допустим 5 потому что здесь стоят и эффекты переходов так называемые для тех кто не в курсе что это такое так как одна фотография превращается перетекает в другую да то есть непосредственный эффект как она плавно перетекает это есть эффект перехода как их заменить изменить на другой они которые по молчанию мы поговорим в следующем на видео то есть вот он время перехода здесь написано если на нем щелкнуть можно сразу сюда свое значение вписать там другое допустим три секунды поставим 2 естественно также вот здесь написано время сколько проигрывается этот слайд целиком вместе с переходом 7 секунд без перехода он получится 5 тоже если здесь вот на этом времени щелкнуть то можно вписать свое значение если вы хотите чтобы он быстрее или медленнее проигрывался данный слайд и переключимся вот здесь посмотрим уж сразу на не знаю почему так написано синхронизация ну на самом деле это обычно никто знаком хоть с какими-то видеоредакторами или чем-то подобным такая линия времени то что называет таймлайн делать наши фотографии представлены так вот на вот этой временной линейки они представлены такими вот не квадратиками а такими вот символическими ну в данном случае квадратики да здесь имеется в отличие от вот данного вида да где вот слайды представлены в таких отдельных как бы контейнерах здесь можно видео просмотреть или нажав на кнопку play и она пойдет в реальном времени все проигрываться или же просто вот данный вот бегуночек перед перетаскивая вручную можно это все просмотреть вот в этой вкладке вот на этой таймлайн здесь помимо ну того же самого что можно здесь бегуночек потаскать можно включить проигрывать или посмотреть как это все выглядит можно здесь еще вот такой есть бегуночек ухватившись за которым зажав левую кнопку мыши да можно тоже также это все быстренько просмотреть как и где что выглядит сами непосредственно слайды лучше конечно всего добавлять вот в данном виде переключившись на вкладку слайды потому что ну просто удобнее добавлять если вы здесь попробуете добавить у вас может быть такая штука допустим вот вот эта красная полоска означает куда именно добавится наш слайд если мы его добавим вот здесь вот куда-то подальше то увидеть у нас предыдущий растягивается до этого слайда что в принципе нам не надо потому что получилось что вот этот слайд по времени стал вот здесь если посчитать сколько вам проигрывать здесь неудобно считать это можно посмотреть вот здесь да то есть он стал 16 секунд там с копейками вот нажмем здесь кнопочка отмена если мы вот эту красную полоску установим то есть эта полоска показывает где у нас начало вот этого слайда которую мы переносим будет находить если мы перенесем на непосредственно вот этот слайд вот она стоит да то вот этот слайд ведь у нас отрежется естественно он станет короче вот он отменим тоже это все поэтому ну если здесь переносить естественно полоску так вот ровненько ставить что здесь совершенно неудобно делать поэтому легче всего проще добавлять слайды непосредственно сюда и вот о чем я тоже говорил то что мы в опциях этих проект у нас по умолчанию должны слайда быть 7 секунд чтобы не было лишних вопросов а здесь последний слайд добавляем еще один слайд у нас последний получается 5 секунд почему это происходит потому что как я сказал вот здесь показывается время слайда вместе с переходом то есть две секунды если непосредственно этот эффект перехода между к между фотографиями плавные перетекания одну и другую а сам слайд непосредственно проигрывается 5 секунд поэтому здесь 7 а последние 5 потому что у него дальше уже нет никаких переходов вот здесь если посмотреть и посчитать то вот он как раз и должен на на 5 секунды да вот 5 секунд вот здесь время показывается да ну вот здесь вот показывается время вот то есть вот сам слайд 5 секунд а вот если еще вот этот переход захватить который в следующее изображение мы уже перетекаем то получится вот как раз 7 секунд вот здесь мы установили наш этот указатель здесь получится 7 секунд но я не точно поставил но будет 7 секунд то есть пока полностью не исчезнет вот эта фотография считается время слайда так что учтите это чтобы не было вопросов по тому почему здесь 7 секунд тут в этом вот здесь 5 секунд последняя фотография 5 секунд вот по этой причине вот этот кстати значок сразу это можно открыть вот эту вот наши вот эти слайды отображения которые вот здесь мы видим можно кстати колесиком мыши это все прокручивать не обязательно двигать вот эту вот штучку вот если нажать на этот треугольничек то у нас откроется вот в таком виде где эти слайды будут отображены не просто в одну линию а как бы вот слева направо сверху вниз по очереди и кстати в этой позиции тоже также можно открыть в этой вкладке на таймлайн я честно слово синхронизация что-то как-то странных назвали и и ну ладно и так у нас как бы уже в принципе фактически простейший какой слайд-шоу наша готова ничего тут сложного я думаю нету и естественно какое у нас слайд-шоу без музыки ну движение там какие-то мы конечно это все изучим но вот для начала вот просто так и какой же до слайд-шоу без музыки давайте давай музыку музыку можно добавить естественно через меню можно добавить так вот на опции проекта тоже взять да и здесь вот есть вкладочка 2 этому уже главное смотрели вот аудио да и здесь добавить музыку есть то есть вы нажимаете на нее выбираете какой-либо файл любой нажимаете открытие окей у вас добавляется музыку но вот в данном виде когда переключена в режим вот слайды вот этот аймлайн мы ничего фактически не увидим куда она добавилась но на самом деле если переключиться вот на вкладку вот это вот синхронизация таймлайн такую то вот мы увидим что у нас добавился вот здесь музыкальный файл где он такой спектр да такая гребенка этого спектра отображается аудио или же удалить кстати здесь что угодно можно просто выделив что вам нужно ну в данном случае давайте я выделю музыку и нажму просто кнопку дэлит и все или вот если вы включили эту кнопочку меню где мы вначале рассматривали то можно вот нажав на эту кнопочку ну я думаю дэлит быстрее нажать и я думаю этот и способ еще проще просто вот здесь проводники найдя нужную мелодию вот здесь если здесь выделить то кстати и можно сразу прослушать то есть в отличие ну там тоже можно прослушать но я думаю здесь удобно вот и просто взяв и перетянув вот ниже данных наших фотографий просто перетянув опять же она установится начало нашей музыки начнется она вот в данной позиции куда указывает вот эта красная линейка которую за курсором таскается но можно даже не стараться в принципе в начало ее установить если мы кинем сейчас она добавится сюда просто не трогал эту желтую линейку это желтая и оранжевая такая линейка обозначает громкость а где нить выше или ниже нее установив курсор зажав левую кнопку мыши можно эту мелодию с напросто потом подвинуть в начало или ближе к концу вот так что не надо там с первого раза пытаться куда-то ее там попасть фотографии мы добавили мало но я вы может больше попробуйте добавить у нас музыка длиннее наших фотографий нам нужно нашу музыку подогнать под наш фотографию то сам простой вариант это просто вот на конец мелодии если навести курсор вот такая двунаправленная стрелочка появляется да мы зажимаем его кнопку мыши и в ровень с нашими слайдами вот так нашу мелодию устанавливаем то есть просто напросто отрезаем можно это и по другому сделать ну я думаю вот это самый простой вариант и то есть фактически ну и фактически буквально за несколько минут мы создали простейшие слайд-шоу и естественно нам нужно это все как-то файл вывести вы же не будете в этой программе это все смотреть это нужно вывести файл нажимаем кнопочку создать или вот здесь выбираем так вот здесь создать и в принципе те же пункты меню что и вывалятся здесь здесь покрасивее да и выбираем ну нам нужно видео для пк и мак нас если вы ни разу не сохраняли проект и автосохранение там как у вас настроен попозже посмотрим про автосохранение то вам программа вот такое окошко выдаст что прежде чем выводить файл нужно сохранить наш проект и естественно вам нужно его сохранить даете ему какую тебе и нажимаете сохранить и и теперь у нас вот непосредственно окошко вывода открыла открылась если вы часами уже после сохранения проекта нажмем то у нас она сразу выскочит и здесь как бы немного настроек никаких практически нету в данном случае выводит она довольно качественное видео так что можете поскольку я hd делал сделаем на максимуме hd 920 920 на 1080 выберем естественно высокое качество по максимуму вот эту кнопку можно не трогать и выбираем папку и куда мы будем это все сохранять можете в принципе название если нужно вам поменять и нажимаем конвертировать и идем скурить ждем пока это все просчитается итак закончил за просчет нашего видео файла и нам программа об этом и сообщает мы закрываем данное окошко и посмотрим что у нас получилось естественно ну я на следующем в следующем видео продолжу данный проект проект редактировать поэтому если вы хотите так же продолжить то сохраним его на всякий случай еще раз и в принципе можно закрывать данную программу пока сегодня уже больше не понадобится но по крайней мере мне в данном видео точно вот практически за несколько минут ничего не делая такого особого не мы сделали по простейшие слайд-шоу которые вот уже видео файл уже можно свободно открыть его и посмотреть закачать на youtube или еще куда-либо в контакт видео данное хорошо подойдет для youtube и для контакта потому что ну как бы формат подходящий ну а в следующем видео как я сказал мы просто-напросто продолжим редактировать этот же проект допустим я продолжу чтобы это все как-то более разнообразно и живо смотрелось на этом все в этом видео всем пока с вами был василий павленко сайт язов студио заходить на сайт комментируйте все вопросы желательно задавать в группе вконтакте всем пока